Здравствуйте! Я хочу показать вам сегодня, как можно сделать сборочку небольшую на ткани. Первый способ это руками, еще так как меня учили в школе. У нас в школе преподавали домоводство, и вот нас учили делать это вот так. Мы через край вот так иголочкой идем по краю ткани, там где нам надо присборить. Вот, идем на какое-то там расстояние, на такое, какое нам надо. Это вот, допустим, делали мы верхушку рукава или там по юбочке. Вот, и вот так вот мы идем по всей, по всей длине. Конечно, руками не очень удобно, потому что достаточно занимает много времени. Вот, ну и смотрите, мы вот так вот прошиваем, потом завязываем на нужную нам длину нитку, допустим. Ну, нужно нам сборочку сделать, ну, допустим, вот такой вот длины. Вот это мы все хорошенечко, равномерно раздвигаем, и потом застрачиваем так, как нам это нужно. Я уже не стала по всей длине делать. Вот, ну, вот такое вот мы еще в школе учили, делали рукава-фонарики и так далее. Ну, а можно это сделать и на швейной машинке. Для того, чтобы сделать на швейной машинке, получаются более равномерные эти складки и, естественно, скорость. Значит, смотрите, для того, чтобы сделать эти складки, нужно, значит, немножко ослабить натяжение верхней нити. И сделать, ну, может быть, чуть больше, если мы обычно швем шаг стежка, у нас идет 2,5-2, то здесь мы, я вот сделала на троечку поставила и ослабила натяжение верхней нити, но тоже не на много. А вот, допустим, у меня так работает на пятерочке, а здесь я поставила 4, Потому что, если сильно ослабить нить, то нижняя нитка просто начинает болтаться и эффекта нужного вы равномерности не достигнете. Ну и поехали! Ну и после того, как мы прошили кусочек определенный, какой-какой нам надо присборить, мы берем на одном конце нитки, мы можем, ну, один этот конец мы, допустим, можем завязать, а можем, если длинное расстояние, то мы можем, значит, зафиксировать верхнюю нить. Вот, можно, если длинная, она во всю длину будет, то, может быть, даже будет предпочтительнее сделать сборки с двух сторон. Вот, и начинаем мы потихонечку вот так вот тянуть за нижнюю нитку, и вот это вот все мы аккуратненько присбориваем. Вот, мы беремся за нижнюю нитку, а верхняя у нас, как бы, она немножко ослаблена, она дает возможность нашей нитке нижней тянуться. Вот, и делаем нам нужные, на нужном нам промежутке ткани, делаем аккуратненькие такие сборочки. Очень получается, если стежок вы сделаете еще меньше, вот, допустим, я взяла троечку, а можно сделать и на обычном стежке, то будет более, как бы, сказать, мелкие сборки. Вот, ну вот, посмотрите, вам, на какое нам надо расстояние, на такое мы и делаем. После этого мы возвращаем, значит, после того, как мы эти сборочки сделали, возвращаем наши параметры машинки так, как мы обычно шьем, вот, я делаю на пятерочку, и прострачиваем по этому месту еще один раз, и получается, у нас эти сборочки будут зафиксированы. Так, ниточку надо заправить было сразу. Ну, вот и посмотрите, вот наша сборочка получилась, такая вот, как нам нужно. Ну, вот, на этом все. Небольшой такой секрет я вам показала. Конечно, многие его знают. Ну, а тем, кто не знает, пользуйтесь с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.